Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру болотная атака и как вы помните в прошлой серии мы с вами победили кабанчика и перешли на эпизод 10, где нас встречает два вот таких бегемота строителя, ну и видимо хотят и себя что-то здесь показать. Я вижу крокодилы тоже кстати в строительных касках идут. Ну что же, давайте приступим, первая миссия 10 эпизода, зайдем в магазин, глянем все ли у нас прикуплено и я смотрю что у нас все есть, поэтому можно смело приступать, погнали. Ну кося, я надеюсь у меня будет умножение, здесь нет химического завода, так что это у нас такое, защитная каска, лучшее защитное средство для монстров, да, даже круче чем полицейский шлем, странно как-то, ладно ребят. Меня это сейчас мало колышет, иди отсюда, я представляю ребят светлячков, вот в такой вот каске строительной, хорош уже буянить. Так ребята, бросил аккумулятор, посмотрим как он будет их жарить, ну смотрите, довольно неплохо, так что нормуль, никуда они от нас не денутся и не пройдут естественно. Так светлячки, не нервируйте меня. Так, ну что же, бомба вонючка свое дело делает, ну запомните ребята, первые уровни, они всегда легкие, поэтому здесь стопудово мы пройдем с вами без проблем. Что дальше будет, уже посмотрим. Так, секунду, дай-ка я брошу улей, пускай их немножко пожаль от осы и кислотный дождик. А то меня эти светлячки уже здесь начинают напрягать маленько. Ну что, 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 не нравится вам? Ребятуречки, не нравится вам, да? Разделились и сразу же отдуплились. По закону жанра, так и должно быть. Бросим еще одну бомбу вонючку. Как раз массовая куча вот этих вот желторотиков сейчас у нас и погибнет. Так, давай, 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 все? Да, ребят, по-моему, а нет, 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 я ошибаюсь. Еще, видимо, одна волна, состоящая из светлячков. Ну-ка дай-ка я улей брошу. Эй, прям, ребята, в дом летит. Ты посмотри, все-таки саданул, а, маленечко. Так, у меня новое достижение. Пусть раздваиваются. То есть это про зеленых вот этих вот желейных монстров. Ну и, ребят, как видите, умножение у меня есть. И это хорошо. Ну что ж, заработали маленечко денег, и я кое-что хочу посмотреть. Все говорят, чтобы я купил пугало, но пугало... Ребята, пугало открывается на 22 уровне испытания. Я не смогу его разблокировать. Или все-таки смогу, если у меня будет 150 тысяч? Так, посмотрим. Мне осталось буквально немножечко. Если я его смогу так, за деньги разблокировать, так уж и быть. Купим. И посмотрим, что оно из себя представляет. Ну, а у нас второй уровень. Так, тихо, это что такое? Это пушка... Нет, подожди, это же у нас бетономешалка, по ходу дела. А при чем здесь динамит? Ха-ха-ха. Не знаю, давайте смотреть, что это за ерунда что-то такая. Разрушение конструкции. Даже так? Даже вот так? Вот разрушение прям, да? Так, вот это мне уже не нравится, ребят. Тут эти скунсы-хорьки, как их там величать-то? Дай-ка я бомбу вонючку брошу. И вот надо вот этих вот свинюшек бомбить. Не понял? Ах ты, гаденыш. Вот он, ребята. Вот он Хонори, который бросает свои бомбочки в мой домик. Блин, и домик у меня горит. Довольно быстро. Вот, ребят, смотрите, что это за... Что это такое? Динамит и мешалка. Бетономешалка, перебежчик с новой целью в жизни. Ха-ха-ха, в плане. То есть, если он подбежит ко мне поближе, да, он может такой взрыв, наверное, сделать обалденный. Поэтому нам этого допускать нельзя. На те, Ули, подавитесь. Так, отбиваемся, ребят, как можем. Воу, тихо она. Вот она что делает, ребята. Она, оказывается, метает динамит в мой дом. Ей не надо даже подъезжать для этого. Все, я буду знать. Так, давай. Надо их уничтожить. Вон, вон, смотрите. Причем довольно быстро метает. В наших интересах уничтожить ее как можно быстрее. Так, секунду, 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 секунду. Сейчас опять начнет, да, наверное, бросать. Воу, воу, воу. И причем урон довольно такой неплохой. Наносит она. Что-то мне это совсем не нравится, ребят. Выдра, уйди отсюда. Достала. Так, давай вот эту вот. Ааа, установка ползет. Да ну, завязывай. Причем, ребят, я этот динамит отбить никак не могу. Если бы можно было его отстреливать. А смысл, да? Проще установку завалить, чем отбивать динамит. Хорош, короче. Ой-ой-ой. Ребят, я, оказывается, мини-ганта не убрал. По старой памяти. Так, у вас новое достижение. Бомбардировка. Так, ребят, накопил я 154 тысячи. Давай попробуем. И стоит 600 монет. Ну, давай возьмем, давай возьмем. Вместо... Он сам поставился, да? Вместо кислотного дождя. Ну, что же, ребята. Я проверю, проверю сейчас, что это запугало. И почему вы мне рекомендовали его купить. Неужели оно настолько хорошо? Ну, да, я знаю, что оно отпугивает врагов. Но, насколько хорошо, еще пока неизвестно. Ну, а у нас третья миссия. Поехали, будем смотреть. Так, сохранение. Да? Сохранение чего? Ну-ка, вот, проверим. Так, ну... Ха-ха-ха-ха. То есть, оно пугает их, я так понимаю. Но, сколько долго оно будет? Так, не очень долго, ребята. То есть, если мы бросаем, например, вот сюда. Ага, оно их отпугивает, да? И они... Немножко, конечно, назад отступают. Но, все-таки. Так, тихо. Ничего себе, скунцы. Вы не припухлили? Полный сват. Да, ребята? Смотрите. Оу-оу-оу-оу. Ну-ка, дай, вот так сделаем. И вот так. Жесть какая-то здесь происходит. Смотри. Нет, пугало моё, конечно, молодец. Пугает их, но... Блин. Эти-то впереди меня падают. То есть, пугало сзади, а эти спереди. Уже не канает. Слушай, ребят, не знаю. Вот, по вашему мнению, что лучше? Кислотный дождь или пугало? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно знать. Как по вашему мнению? Мне кажется, почему-то, что кислотный дождь все-таки лучше. Может быть, потому что я просто привык к нему? Так. Расколбас, ребята, полнейший. Хорош, что шутковать с ними. Ха-ха-ха. Так, пугало выпало. Нормуль, нормуль, ребят. Всё хорошо. Давай бомбу-вонючку с вами применим. И будем расстреливать их. Вообще шикарно. Не, мини-ганчик мне нравится. Но он, правда, очень, ребята, очень быстро заканчивается. Практически моментально. Ну и дамаг, конечно, от него обалденный. Так, давай сюда бросим вонючку. И будем их сжарить. Ну давай, давай, давай. Отдупляемся. Свинюшки. Да, ребята, по-моему, сейчас последний свин. И мы прошли с вами этот уровень. Так, ребята, во-первых, я хочу поменять себе оружие. Мини-ган мне здесь не нужен. Я заберу, пожалуй-ка, свой арбалет. Вот так вот. И закуплю боеприпасы. Так, у мини-гана я тоже потратился. Давайте здесь тоже прикупим. Замечательно. Так, и по взрывчатке давай посмотрим. Ребят, я все-таки уберу пугало. Кстати, свинорыло можно тоже разблокировать за 150 тысяч голды. И если я накоплю, я обязательно его открою. И посмотрим, что он из себя представляет. Я так понимаю, мы будем бросаться какой-то свиньей. Мне почему-то именно так кажется. Давай-ка я закуплю 10 штучек. И где мой кислотный дождь? Подожди. Две бомбы вонючки надо закупить. И, конечно же, возьмем кислотный дождь. Так, замечательно. Я, кстати, не проверял. У нас пугало отпугивает тех самых комаров, москитов и так далее. Или же нет. Если не отпугивает, то это не очень хорошо. А если отпугивает, то, в принципе, есть смысл брать. Ну что, ребята, я готов. У нас четвертая миссия. И, как я вижу, старые знакомые у нас эти енотики, да? В касках. Все как полагается. Якобы они на стройке. Тайм-менеджмент. Вот так даже. А что это вот так быстро он меня на своих плотиках? Вы раньше так на моторках не плавали с такой скоростью? Эй, тише, ребятушки. Так, тут еще и маленькие спортсмены, да, пришельцы. Опачки. А вот, ребятулечки и синие хмырёныши. Но они почему-то не так сильно делятся, как, помните, они были в миссии до бесконечности практически. Да успокойтесь вы, ё-моё, что за дела-то? Что за нахрап такой идет? Забираем деньги. Так, уточка не успела, к сожалению. Аккумулятор, давай, давай. Вот так вот мы тебя еще бросим. Ребят, мне такое впечатление, что врагов становится все больше, и они как-то быстрее, мощнее и сильнее. И скоростнее, самое главное, что вот что. Посмотри, как они плывут на своих этих динамитиках. Раньше они еле-еле передвигались. А тут размышевались. Так, ну что? А, вот, ребята, делятся, делятся они. То есть, раз, два. Понятно. Все нормально. Я думал, что они уже перестали. Но, как видите, свойство за ними сохранилось. Я имею в виду проделение. Да хорош уже, эй! Так, дай-ка я... Ну, ой, что-то их тут... Что-то их как-то тут слишком уж много, эй! Я на это не подписывался. Серьезно говорю. Я на это не подписывался. Я буду, ребята, из арбалета их бомбить. Раз не понимают нормальных слов. Нет, даже лучше из косморужья. Во! Отбились, наконец-то. Так, энергии, ребята, у нас три штучки. То есть, три миссии мы еще с вами успеем сегодня пройти. И у нас холярное задание про, естественно, НЛО, где у нас будут похищать шмотки. Ну, а в этот момент, естественно, я воспользуюсь шансом прикупить себе все, что я потратил. Так, давай-ка сюда зайдем. Закупаем. Здесь тоже закупаем. Так, по взрывчатке. По взрывчатке мне нужно докупить дождик. Аккумуляторов, потому что слишком много я их потратил в предыдущей миссии. И, соответственно, мне нужно докупить бомбу-вонючку. Так. Сколько я? Ну-ка, попробуем. Двадцаточка. Нет, не получится, да? Да, не хватает буквально чуть-чуть. Ну, ладно. Что же, у нас все равно, ребята, миссия халявы. Так что, давайте приступать. В отпуске. Эпизод 10. Обалденный отпуск. Ну, ребят, на самом деле, я уже все. Я вышел в отпуск. Можете меня с этим поздравить. Оу, тихо-тихо-тихонько. Так. Отбиваемся. Нужна, ребят, тарелка. В первую очередь нужно подбивать тарелку и смотреть, что нам выпадет. Нам выпадает аккумулятор. Это очень хорошо. Улей. Это, в принципе, тоже неплохо. Так, пускай он их сжалит. Так, коровы. Коровы поперли. Еще одна бомба, манючка. Это шикарно. Надо перезарядиться. У меня что-то, ребят, зарядов мало. А ну-ка. Коровушка, отвали. Кислотные дочери. Это вообще хорошо, ребят. Потому что здесь у нас комары, москиты, все дела. Их нужно подбивать. Пол волны уже пройдено. Оу. Защитные. Так, давай-ка мы их бомбанем. Ребят, я, наверное, зря трачу так вот бонусы свои, да? Бездумно. Потому что обычно под конец волны начинается сущий ад. Оу. Началось. Уже, ребят. Уже началось. Как только врага подпускаешь чуть ближе, чем нужно, тут начинается полнейший расколбас. Ну, что же вы так медленно идете, крокодилиточки? Давайте быстрее. Так, дождь. Применяем с вами дождик. Нам дают бомбу вонючку. Это хорошо, ребят. Я думаю, что, в принципе, сейчас уже будет все пройдено. Последняя волна у нас, наверное, осталась. Я беру, ребята, арбалет и начинаю бомбить. Немножко не так, конечно, хотелось бы, но... Вот, и аккумулятор. Все. Давай бросим. Как говорится, на дорожку. Потому что это у нас последние враги. И косморужье, как говорится, нам в помощь. Слушай, ну мне кажется, что этот уровень был довольно простой. Или мы уже до того такими сильными стали, что не замечаем этого. Так, ребят, мы переходим с вами на шестую миссию. Здесь у нас эти самые крысы. Так. Сверхурочные. Сверхурочные. Понятно. Рыбки-гастробайтеры, свинки тоже. Ха-ха-ха. Воу. Установка, бетономешалка ползет. Ладно. Надо вот так вот, ребята, с ней по-быренькому разбираться. Как и со свиньями тоже. Вот они и строители. Крыса с аркебузой в строительном шлеме. Замечательно. А ну-ка, давай-ка, улей. Посмотрим. О, ребята, он хорошо изжарит. Смотри. Практически моментально. А как установку? И установку, в принципе, эту динамитную тоже довольно быстро. Иди отсюда, пиранья. Так, секунду. Давай-ка мы вот так сделаем. Да елки ты палки. Мне нужно установку взрывать. Почему-то, ребят, когда я на нее мечусь, стреляем во все, что угодно, кроме то, что нам нужно. Мне это немножко не нравится. Вон, опять ползет, а. На-ка. Слушай, осы даже намного круче. Вот если они бьют именно одну цель, да? Смотри. Они ее просто съедают. Так что осы, это хорошо. На. Куда вы улетели? Осы мои, осы. Куда вы улетели? Что-то быстро они как-то улетают, на самом деле. Я думал, что у них эффект будет дольше. Но ничего подобного. О, смотри. Офигеть. Со скоростью света поглощают они эти установки. О, рыбки. Пираньи. А если я вот так сделаю? Против бомбы вонючки не попрешь. Единственное, кому она, как говорится, не причиняет вреда, это нашим вонючим скунцам, которые в противогазах. И ежики. Которые тоже есть. Правда, давненько мы их не встречали. Но. Все. По-моему, все, ребят. Так, седьмой уровень. Мне, конечно, бы хотелось бы посмотреть, ребята, что это у нас там за бегемот с молотком. Но я думаю, что мы глянем. Как раз пока мы седьмую миссию будем проходить, у нас накопится еще одна энергия. Так что давайте вперед. Ёлки-палки, я опять забыл кое-что прикупить. Ради цели. А почему, ребята, эти установки сохранились? Кто мне скажет? Это же разработки профессора. А мы его вроде бы как разоблачили. Его не должно было быть здесь. Интересно. Я думал, тут будет строительная тематика. Всякие бетономешалки и так далее, там подобное. Но нет, что там показывают мне? А, бомба-монючка была. Так, ладно. Кстати, вот пугало хорошо, знаете, когда, я так могу понимать, когда на тебя вот ползет вот такая вот армия бесконечная вот этих вот монстров, пугало хорошо отпугивает. Ну и кислотный дождик, согласитесь, тут тоже неплохо заходит. Особенно против вот этих летающих жучков, там, мотыльков. Так, они меня уже заколебали. Полволны пройдено. Ну, это только начало. Это, ребят, только начало. Что там? Ах ты! Не увидел. Ребят, не увидел я эту установку. Совсем другим был занят. И прозевакал. Вот, я понимаю, да, ребят? Косморужье, вот это жарит. Прям как миниган. А ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Можно, ребят, немножко из арбалета пострелять. Давай-ка сделаем так. Ну что вы, что вы тут кружитесь? Прилетели. Явились, не запылились. Так. Отлетались. Смотри, идут упорно. Ребят, ну, вот в каске они стали как-то сильнее. Раньше их вонючка убивала там за секунду. А сейчас, смотри. Ползут там, сопротивляются, что-то делают. Видимо, шелемак им дает дополнительную защиту. Причем довольно нехилую. Так, ну что, это последние у нас орлы. Мы их сейчас подбиваем и миссия у нас эта пройдена. Ну что, друзья, у нас накопилась одна энергия, но вначале я, наверное, закуплю боеприпасов. Так, двадцаточка. Это максимальная. Плюс нам нужны улья. Два кислотных дождя. Прикупим. И аккумулятора одна штука. Ну, вроде бы как по фулке, да? Еще надо нам закупить боеприпасы, которые я потратил. Ну все, я готов, ребята, посмотреть, что это у нас за бегемот. Но это, я так понимаю, не босс. Это просто у нас будет новый враг. И тут, кстати... Ага, вот второй бегемот. Он уже, ребята, в каске. Этот, по-моему, без каски, да? Этот якобы усиленный. Плюс какая-то тут, я не знаю, тазик. Да, и... Возможно, скоро мы, ребят, пройдем эту игру. Ну, по крайней мере, основную сюжетную линию. Я уже молчу там про испытания и так далее. Ну что ж, поехали. Будем смотреть, что это за бегемот и что он делает. Мускул. Мистер Мускул, что ли? Идет. Ой, ребята, да ну. Какой-то ватненький он. Ага. Вот этих только тут не хватало мне. Да хорош ты, успокойся. Вот они, ребята, мускулы идут. Те самые бегемоты. Ну, я смотрю, ничего такого смертельно опасного они нам не делают. Если подойдут поближе, может быть, тогда что-то будет ужасное. Оно в данный момент вообще ни о чем. Да хорош ты иди отсюда. Выныривает мне там, да? И самое главное, что не очень медленно идут. Так, где-то здесь, нет? Вот он. Вот он, вот он, вот он. Поджарили мы его. Вот огурец, а. Достал уже. Не, ребят, я немножко разочарован. Я думал, что эти бегемоты будут, ну, сильными. А тут идут еле-еле лежебоки, короче, да? Так, уйди отсюда. Даже вот эти огурцы, по-моему, ребята, опаснее, чем бегемоты. Хе. Ну-ка, дай-ка я дождик запульну кислотный. Так, уйди отсюда. Перезаряжаемся, ребята. Ждем перезарядку. Да у меня даже мои бойцы справляются без меня, смотри. Хе. О чем тут можно, ребят, говорить? Ватники, вот и все. Они просто ватники. Так, он думает в защите, ему все можно. Ну, давай их посмотрим. Против ульи, по барабану, какая у тебя там защита. Ничего тебе здесь не поможет. Ну, я так понимаю, в шлеме, в каске когда-нибудь, они будут просто немножко усиленными. И все. А так, ребята, ну, ничего страшного. Короче, что такое, ребят? А, огурцы, смотри, плавает. В общем, могу сказать, сегодня мы увидели с вами двух новых монстров, да? Двух новых врагов. Это бегемот и динамитомешалка. И больше пока никого. Ну, что ж, давай смотреть. Так, закупаем боеприпасы. И, ребят, давай-ка глянем на карту. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Девять, десять, один, двенадцать. Двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну, и еще, ребята, наверное, серии две-три игра будет пройдена. Так что, закругляемся. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, видосиков. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok